Здравствуйте! С новостями города Латкарина. Сегодня познакомлю вас я, Валерия Федотова. Смотрите в итоговом выпуске. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов с очередным визитом посетил наш город 31 марта. Народный избранник провел ряд встреч с представителями латкаринского бизнеса, здравоохранения и спорта. Я хочу всех поздравить с теми успехами, которые вы уже добились. Надеюсь, нас ждут большие победы впереди. Калейдоскоп театральных постановок и сценических мастер-классов ждал латкаринцев в минувшие выходные в рамках акции «Ночь в театре», прошедшей во Дворце культуры «Мир». У нас сегодня 4 спектакля, 2 мастер-класса, 1 мастерская и очень много-много хороших впечатлений. Наши корреспонденты посетили первое после снятия санитарно-ограничительных мер заседание Совета ветеранов Латкаринского завода оптического стекла. Конечно же, это очень важные встречи, о которых мы говорим о той работе, которая ведется в нашем городе, обсуждаем и будем обсуждать те проблемы, с которыми сталкиваются наши жители. На базе ДК «Центр молодежи» состоялось открытие клуба «Активное долголетие», который призван стать интерактивным центром для латкаринцев старшего поколения. Сегодня участники клуба обрели дом, где они могут встречаться, пообщаться и заняться своим любимым делом. А также в этом выпуске вас ждут специальные репортажи от наших корреспондентов и другие новости политики, образования, культуры и спорта. Не переключайтесь! 31 марта наш город с очередным визитом посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Александрович Фетисов. Подробнее в материале Максима Белозерова. Совместно с главой муниципалитета Константином Кравцовым и председателем Латкаринского совета депутатов Евгением Серегиным Вячеслав Фетисов посетил медицинский кабинет компании «Саратели», на базе которого для сотрудников производства был организован пункт добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. Практика выездных сессий вакцинации активно реализуется на территории города Латкарина с начала текущего года. Мобильные прививочные пункты работают для жителей нашего города на главной площади Декамир и на базе Латкаринского завода оптического стекла. Также депутат Госдумы провел открытую встречу с рабочим коллективом компании «Старатели» и наградил сотрудников за их плодотворную работу. Чтобы поблагодарить работников Латкаринского здравоохранения за их самоотверженную работу в период пандемии коронавирусной инфекции, Вячеслав Фетисов совместно с Константином Кравцовым приняли участие в церемонии награждения медработников. Для меня большая честь быть сегодня здесь вместе с вами. Возможно сказать вам огромное спасибо за ваш труд. Мы поняли, насколько доктор медицинский работник важен для нашей жизни. Врачи самых разных специальностей – медсестры и фельдшеры – были удостоены почетных грамот Московской областной думы, грамот главы городского округа Латкарина и почетных знаков за заслуги перед городом Латкарина. Также народный избранник посетил строительную площадку в микрорайоне номер 6 Петровская. Здесь в рамках реализации договора о развитии застроенной территории планируется строительство десяти многоквартирных жилых домов, расселение всего ветхого фонда района и создание необходимой социальной инфраструктуры. Вячеслав Александрович лично вручил долгожданные ключи от уже готовых квартир первым переселенцам в новостройке. Я счастлива. Вообще огромное человеческое спасибо. Вячеслав Александрович, это самое главное. Да, самое главное. Это ваше 19-е, да? Да, спасибо огромное. Ура! Держи. В завершении рабочего визита по уже сложившейся традиции Вячеслав Фетисов провел встречу с городским спортивным сообществом на базе Дворца спорта «Арена Латкарина». Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию минувшего года, латкаринским спортсменам удалось сохранить динамику спортивной подготовки, в полном объеме реализовать тренировочный процесс и достойно представить родной город в чемпионатах и первенствах регионального, федерального и международного уровней. Вячеслав Александрович поздравил латкаринских спортсменов с успешными результатами, плодотворной работой по пропаганде спорта и здорового образа жизни, а также лично вручил латкаринским спортсменам свидетельства и знаки, подтверждающие достижение звания, кандидат в мастера спорта и мастер спорта. «Я хочу всех поздравить с теми успехами, которые вы уже добились. Надеюсь, нас ждут большие победы впереди. Но самое главное, надо знать, что проигравших в спорте не бывает». Максим Белозеров, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Целый день незабываемых впечатлений подарили латкаринским жителям участники ежегодной акции «Ночь в театре», приуроченной к Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта. День театра – важный и значимый праздник для каждого артиста, сценариста, постановщика, осветителя, костюмера и любого, кто имеет отношение к театральной жизни. В этот день на сцене Дворца культуры «Мир» с театрализованной программой выступили актеры театрального коллектива «Сундучок сказок», представив зрителям три спектакля для разных возрастных категорий. У нас сегодня четыре спектакля, два мастер-класса, одна мастерская и очень много-много хороших впечатлений. Мы сегодня показали уже два спектакля детских. Младшая группа театрального коллектива «Сундучок сказок» Дворца культуры «Мир» показала спектакль «Если с другом» по пьесе Михаила Бартенева. А средний состав показал по этой же пьесе очень похожий спектакль, но уже немножко под другим углом, с другой точки зрения. Спектакль называется «Считаю до пяти». Маленькие волновались, средние были более успешны, но зритель, который посмотрел и первый, и второй спектакль, остался доволен. Не только зрители, но и сами актеры получают удовольствие от происходящего на сцене. У меня образ какого-то такого хулигана, который так, как бы, можно сказать, ну, крутой, там, вот, что-то такое, вот, когда реальная ситуация, он немножко боится. Ну, как бы, мне как-то легко было сыграть эту роль, я как-то особо, нет, то есть я вжился в этот образ. У меня другой совсем характер, и очень было сложно, надо было учить походку, все вот это вот, женственные всякие штучки, потому что характер у меня, ну, не очень похож на белый. Когда первый раз выходишь на сцену и ждешь своего выхода, то есть там прям волнуешься, ты только первый раз вышел, один раз, а дальше ты уже не боишься. Слушайте первые минуты, а потом, ну, потом как-то становится легче после того, как ты уже вышел на сцену. Далее состоялось награждение детей театральных коллективов, которые участвовали в онлайн-проектах. Это была такая грустная весна 2020 года, когда мы не работали, мы были дома, и возникла эта идея сделать онлайн-выступление. Их было очень много, они были на разные темы. Мы поддерживали бабушек и дедушек, мы поздравляли всех с Днем Победы, мы читали стихи известных поэтов, писателей, произведения. Это было очень интересно, и оказалось, что это большой очень материал, можно сказать, золотой фонд теперь нашего коллектива. Прекрасным дополнением праздника стали приглашенные гости детская театральная студия «Мы тут, а здесь, а тама» детского досугового центра «Лесенка» из городского округа Котельники, которые показали юным зрителям музыкальную сказку «Волшебная лампа Алладина». Мы очень рады, что они поддерживают эту традицию и приезжают нам каждый раз в этот день в гости. Это куклы, это дети-артисты, это взрослые люди-артисты. То, что мы увидим сегодня, это премьерный спектакль для нас, по крайней мере, для нашего города, это интересно. Действительно, счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица детей во время представления убедительно свидетельствуют о том, как дети любят кукольный театр. Юные зрители с большим интересом смотрели спектакль, который создал им хорошее настроение и обогатил приятными впечатлениями. «А что именно тебе понравилось?» «Ну, которые там такие... Это зеленая, голова зеленой». «Страшная такая, да?» «Ага, огроменная». «Мне понравился джинн». «Мне понравилось, как джинн запускал пар». «Мне понравилось, как на сцене был дым». «А мне тот человек понравился в одежде». «Какой?» «Ну, тот золотой, такой красивый». «Мне понравились все персонажи, но больше всего мне понравился Аладдин и джинн и принцесса». «Мне понравился муж, это дедиктон теперь. Мне понравился татой большой. Я прямо сказал, что татой большой Аладдин». «Тебе понравился спектакль?» «Да». «А кто тебе больше из героев понравился?» «Джинн». «А почему?» «Ну, потому что он смешной был». «Еще мне понравился этот момент, когда они на ковре самолете летали». «Мне понравилось самое интересное, как змеяки танцевали». «Мне понравилось, как джинн менял свои образы». «А мне понравилось, как девочки танцевали под музыку». «Нам понравился спектакль». Театрализованная программа завершилась премьерным показом спектакля «Маска» по рассказам Чехова от старшей группы коллектива «Сундучок сказок. Чемодан». «Шесть рассказов вошли в спектакль. Мы очень старались. И, честно говоря, на предпремьерном показе нам показалось, что получилось. Мы надеемся, что сегодня мы получим удовольствие. Мы очень рады, что мы дотронулись до этой темы, до темы классики. Значит, мы выросли». Помимо театрализованных постановок для участников театральных коллективов и для всех желающих приобщиться к театральной деятельности, в фойе и в концертном зале Дворца культуры были организованы мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству, а также творческая мастерская по изготовлению театральной маски. Двери театральных площадок были открыты для всех желающих приобщиться к искусству. «С днем театра!» Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал «Латкари». Первое в этом году заседание Совета ветеранов Латкаринского завода оптического стекла прошло 30 марта в зале Дома культуры «Центр молодежи». Подробнее расскажем в следующем сюжете. Последнее заседание Совета ветеранов Латкаринского завода оптического стекла проводилось более года назад, перед началом распространения коронавирусной инфекции. 30 марта в зале Дома культуры «Центр молодежи» латкаринские ветераны собрались вновь для обсуждения насущных тем. Ответить на все вопросы жителей и рассказать о последних новостях в своей профессиональной области на заседании собрались глава городского округа Латкарина Константин Кравцов, коммерческий директор ЛЗОС Юрий Мигунов, председатель профсоюзного комитета работников предприятия Юрий Потапов, председатель общества ветеранов города Владимир Иванов, заместитель начальника Латкаринского окружного управления социальной защиты населения Елена Ушакова и заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Латкаринской городской больницы Вячеслав Кудрявцев. Спасибо большое за приглашение, всегда с большим удовольствием присутствую на ваших встречах. И тот видеоролик, который мы сегодня показали, он короткий, но все-таки он говорит о том, что мы потихоньку начинаем возвращаться к привычной нашей жизни. Сегодня мы проводим первые встречи, и конечно же это очень важные встречи, о которых мы говорим о той работе, которая ведется в нашем городе, обсуждаем и будем обсуждать те проблемы, с которыми сталкиваются наши жители. И конечно же основная задача, чтобы как можно меньше этих проблем было, а качество тех услуг, которые предоставляются на территорию нашего города, с каждым годом было все выше. Собрание началось с показа тематического фильма о жизни нашего города, в котором главное внимание было акцентировано на здоровье и досуге латкаринцев серебряного возраста. Заседание открыла бессменный председатель Совета ветеранов ЛЗОС Вера Грибова. Затем с докладом о развитии муниципалитета и будущих планах по его благоустройству выступил Константин Кравцов. После этого к собравшимся обратились остальные докладчики, уделив особое внимание здравоохранению, вакцинации, клубу активное долголетие и социальной защищенности ветеранов. Последней частью заседания стали ответы на вопросы жителей, поступившие из зала. Они касались благоустройства города, отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, социальных выплат и программы переселения из ветхого жилья. Также свои вопросы ветераны смогли задать лично Константину Кравцову в неофициальной беседе после заседания. Все озвученные вопросы были взяты под личный контроль главы муниципалитета. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. 28 марта в фойе Дворца культуры «Мир» состоялось торжественное открытие областной художественной выставки «Весенний салон». На культурном мероприятии побывала наша съемочная группа. 32 живописца из городов Латкарина, Люберцы, Дзержинский, Раменская, поселков Тамелина, Кратова, Краскова и Малаховка представили более 150 работ, которые полноценно заполнили весеннюю экспозицию. В выставке приняли участие как художники-любители, так и профессионалы. Мы, как все художники, представляющие свои картины, здесь очень ждали эту выставку. Мы очень рады, что она состоялась. Действительно, как сказала Наталья Викторовна сегодня в открытии выставки, что после такого тяжелого промежутка временного пандемии, что сейчас у нас есть возможность людям поднять настроение. Моих работ представлено пять. Что я хотела рассказать в этой картине? Наверное, вот какое-то буйство красок весеннее, радостное, яркое солнце, вот этот тающий, уходящий прошлый снег. Также еще я очень люблю наши русские глубинки. Наверное, можно назвать русскую глубинку село Константиново, там, где родина Есенина. Две картины мною писались на пленеры. Это дом Ольги Кашиной «Первая любовь» из Сергея Есенина. И дом священника, где буйствует сирень. Очень много работ с цветами. И, опять же, говорят, тот художник, где смог выразить цветы так, чтобы они пахли. Здесь именно представлены такие работы. Я приглашаю всех. С приветственными словами перед собравшимися выступили депутат Совета депутатов города Ольга Фисенко и директор Дворца культуры «Мир» Вера Игнатьева. Инициатором выставки стала заслуженный работник культуры Московской области, член Московского союза художников, руководитель детской образцовой изо-студии имени Катюжанского Наталья Каменская. Весна – это не только время года, но и время пробуждения чувств, эмоций, поднятия хорошего настроения, возрождение того, что за зиму немножечко уснуло в нас. Почему выставка называется «Весенний салон»? Это место, где могут встретиться, пообщаться творческие люди, дать какие-то хорошие советы друг другу. Не просто посмотреть работы, уйти со своими впечатлениями, с багажом впечатлений, но и поделиться каким-то опытом. Ведь художник всю жизнь учится. Смотря на представленные пейзажи и натюрморты, непременно чувствуется настроение создателей этих замечательных работ, которые стали отражением их мыслей и чувств. Выставка передает весеннее состояние, которое на данный момент присутствует во времени года весне. Передает чувства творческого человека, художника. И те чувства, ввоженные в эти работы, которые экспонируются на данной выставке, я думаю, не оставят равнодушным зрителя, который придет на эту выставку. Экспозиция будет открыта для посетителей ежедневно до 8 мая с 16 до 20.00. Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал Латкари. 26 марта в Доме культуры Центр молодежи состоялось открытие клуба «Активное долголетие». Подробнее расскажем в следующем сюжете. На торжественной церемонии открытия клуба «Активное долголетие» присутствовали глава городского округа Латкарина Константин Кравцов, директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Люберецкий Зорбек Мамсуров, начальник муниципального управления социальной защиты населения Ирина Тренева, жители нашего города и многие другие. Мероприятие началось с поздравительных слов Константина Кравцова. Затем активистки вокального клуба, который сформировался во время занятий пения «Путь к оздоровлению», показали свое мастерство и исполнили душевные песни для всех пришедших. В завершении церемонии Константин Кравцов совместно с Зорбеком Мамсуровым перерезали красную ленту, которая стала символом открытия новой главы в жизни Латкаринского «Активного долголетия». Проект губернатора Андрея Юрьевича Воробьева сегодня набирает обороты также на территории нашего городского округа. И мы приняли решение на базе нашего замечательного Дома культуры, чтобы у этой программы, которая пользуется спросом, был дом. Было то место, где можно встретиться, где можно обсудить. Сегодня программа именно на этой нацелена, для того, чтобы у наших жителей была возможность встретиться, пообщаться. И, конечно же, основная цель – это активное участие в различных мероприятиях, такие как спорт, различные творческие направления, экскурсии. И, безусловно, мы продолжим эту работу, чтобы она с каждым годом была интереснее. Для латкаринцев серебряного возраста после церемонии открытия клуба был организован целый комплекс мероприятий в рамках программы «Активное долголетие». Пение, танцы, уроки живописи, шахматы, шашки и многое другое. После активности жители могли насладиться горячим чаем и сладостями. Наши представители, скажем так, серебряного возраста принимают участие и в творческих проектах и направлениях. Это пение. Сегодня на открытии участницы данного направления выступили с песнями. Всем залом спели замечательную песню нашу «Подмосковные вечера». Так что вот сегодня участники клуба обрели дом, где они могут встречаться, пообщаться и заняться своим любимым делом. На территории города активности у нас проходили в разных учреждениях по различным направлениям. На любой вкус и люди пожилого возраста активно включились в данный проект и участвовали. Также наши участники, им дается возможность ездить с экскурсиями в другие города. Вот тут, например, 24 марта, совсем вот на днях, участники посетили город Зарайск. Также они были в Серпухове, ну и в других городах Подмосковья. Также наш музей принимает участников из других городов. Здесь вот у нас сейчас представлен стенд, где можно увидеть, кто к нам приезжал. Все с удовольствием к нам едут и вот по последней информации Серпухов очень хочет к нам приехать, посмотреть наш музей и посмотреть наши экскурсионные маршруты. Напомним, что программа «Активное долголетие» стартовала в городе Латкарина в конце 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках программы латкаринцы преклонного возраста посещают бассейн, компьютерные курсы, ездят в туристические поездки, занимаются физической культурой, дыхательной гимнастикой и творчеством. Самыми популярными и любимыми занятиями среди наших жителей стали скандинавская ходьба, пение и танцы. Раньше мы ходили только летом, осенью немножко, а вот уже два года мы ходим круглый год. Два раза в неделю у нас занятие проходит вторник и четверг с 10 часов. В начале занятия мы проводим разминку на все группы мышц, на суставы минут 30-40. А затем идем. Наш основной вид деятельности – это ходьба. Ходим от двух до пяти километров каждое занятие в зависимости от настроения, физической подготовки, ну и самочувствия. У всех оно бывает разное. Наши девушки, которые занимаются скандинавской ходьбой, настолько активны, что они еще посещают и хоровые мероприятия. Они поют, развивают легкие и танцуют, да, ходят. Но скандинавская ходьба развивает все группы мышц. А самое главное – легочную систему, сердечно-сосудистую систему, то, что жизненно необходимо. Потому что скандинавская ходьба, она предполагает занятие 90% нашей мускулатуры, мышц наших, фитнес такой, скандинавской ходьбой. Она предполагает работу. Занятие и зимой, и летом, на свежем воздухе – очень важно. И мы можем общаться. Понимаете, нам вот не хватает пенсионерам общения. А это очень важно – общение для нас, пенсионеров. У нас очень сплоченный коллектив. Мы друг к другу перезваниваемся, встречаемся дополнительно, кроме этих мероприятий, когда мы ходим на занятия. И вообще у нас все с удовольствием ходят, и всем очень нравится. Разные песни разучиваем, и какие-то новые. И даже участвовали на фестивале. В 19-м году участвовали в фестивале. Мы ездили в Одинцовский район, по всей Московской области был сбор. Ну вот и на танцы ходим, в бассейн ходим. И везде успеваем. Чтобы стать участником клуба «Активное долголетие», нужно обратиться в Латкаринское окружное управление социальной защиты населения, расположенное в доме номер 9 в квартале 3А. Ознакомиться с перечнем активности и записаться на бесплатные занятия можно на сайте долголетия.мосрек.ру. Анастасия Харченко, Алексей Устинов. Новости Латкарина. 26 марта сотрудники отдела ГИБДД Люберецкая провели в городском округе Латкарина профилактическое мероприятие в рамках социального раунда «Маленький пассажир. Большая ответственность», направленная на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Данный раунд проводится на территории Московской области в период с 15 марта по 18 апреля. Главной его целью является повышение дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров автотранспорта. В 2020 году на автомобильных дорогах Московской области зарегистрировано 183 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых два ребенка погибли и 224 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее острая проблема, которая сегодня требует повышенного внимания – обеспечение безопасности детей в процессе участия в дорожном движении. Госавтоинспекторы останавливали автомобили и производили осмотр на наличие маленьких пассажиров и на их размещение в транспортном средстве, после чего рассказывали водителям о необходимости использования специальных удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста и разъясняли, что при выборе детского кресла нужно обращать внимание на параметры веса и роста ребенка. Правоохранители напомнили водителям и взрослым пассажирам, что за нарушение правил перевозки юных участников дорожного движения грозит административная ответственность. В завершении беседы инспекторы вручали участникам акции тематические листовки и наклейки с символикой о наличии ребенка в транспортном средстве, а юные участники акции получали в подарок яркие светоотражающие значки. Госавтоинспекция призывает водителей обязательно использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей, ведь речь идет о самом ценном – жизни и здоровье ребенка. Валерия Федотова, Максим Белозеров, Новости Латкарина. 31 марта во Дворце спорта Арена Латкарина прошли соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады трудовых коллективов городского округа Латкарина. Подробности в нашем следующем сюжете. В турнире приняли участие 13 человек, представляющие различные предприятия нашего города. После жеребьевки участников и оформления стартовых протоколов состоялось торжественное открытие соревнований, а далее упорная борьба, накал срастей и яркие эмоции участников и болельщиков. Спортсменами было преодолено 9 игр, включая матч за третье место и финал. Аплодисментами болельщики награждали мастеров игры в настольный теннис после каждого сыгранного матча. Тренируют меня мужчины на заводе в обеденный перерыв, поэтому они жестче играют. Здесь было очень легко, трудно было справиться со своим стрессом. Но я довольна, очень довольна своей победой. Надеюсь, что еще будут такие соревнования не только в теннисе, волейболе, баскетболе. То есть мы готовы. По итогам соревнований определились победители и призеры, которые были награждены грамотами, медалями и кубками. Первое место среди женщин заняла Кристина Юкина из Латкаринского машиностроительного завода. А золото среди мужчин досталось представителю АУЛЗОС Олегу Павлову. Турнир достаточно прошел динамично, хорошо. Участники имеют неплохой уровень игры. Видно, что занимались теннисом непрофессионально, но неплохой уровень показали. А на Латкаринске у нас есть теннисные столы, где присутствует Масленников, начальник 12-го цеха. Он тоже очень сильный игрок, просто здесь он не участвовал. У нас один был сотрудник, представитель. А так у нас достаточно хороший на заводе уровень игроков. И мы тоже внутри проводим турниры. Это единственный критерий, как победить. Верить в себя и тренироваться, тренироваться. Следующим состязанием в рамках спартакиады трудовых коллективов будет турнир по шахматам, который состоится 7 апреля во Дворце культуры Мир. Валерия Федотова, Алексей Устинов, Новости Латкарина. Представляешь, недавно один заказ поступил на 2000 соусов в каре. Рэпер один, ну, типа любит. Рэпер один, ну, типа любит. Ты че это? Кто такой вообще? Здравствуйте. Это все мне? Да. Спасибо. Слышь, тебе че, больше всех надо? Тебе сколько платят? Ребят, я волонтер. Людям надо. Мы с вами запустили 3619 новых автобусов и 348 маршрутов. Теперь мы меньше ждем и комфортнее ездим. Допустим, мы перестанем носить маски и следить за дистанцией. Допустим, начнется вторая волна эпидемии. Допустим, закроются рестораны и кинотеатры. Допустим, школы перейдут на удаленку. Допустим, а давайте мы этого не допустим. Носите маски. 22 марта в фойе Дворца культуры «Мир» состоялась церемония награждения латкаринских работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в связи с их профессиональным праздником. Каждый год в 3 воскресенья марта в России свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в этой сфере. Работники этой отрасли неутомимо заботятся, чтобы в домах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. В ходе торжественной церемонии с поздравительной речью ко всем собравшимся обратился глава городского округа Латкарина Константин Кравцов. Он пожелал всем латкаринским работникам ЖКХ крепкого здоровья, отметил их профессионализм в работе и пожелал им добиваться с каждым разом все более лучших результатов. Грамотой главы городского округа Латкарина были награждены лучшие сотрудники организации, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. Также всем участникам праздничного мероприятия были вручены цветы и подарки. Сегодня работники бытового обслуживания вносят огромный вклад в развитие российской экономики, расширяют спектр услуг и улучшают их качество. Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал Латкари. Каждую субботу на площади Дворца культуры Мир латкаринские медработники готовы к вакцинации всех желающих горожан. Подробнее расскажет Анастасия Харченко. Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции продолжает свою работу на центральной площади городского округа Латкарина. В прошлую субботу 20 марта за 4 часа работы передвижного медицинского кабинета первую дозу вакцины получили 48 жителей муниципалитета. В связи с погодными условиями в этот день было принято решение перенести пункт вакцинации из специально оборудованного автобуса в помещение правого крыла первого этажа Дворца культуры Мир. Там жители могли в комфортных условиях заполнить анкету, пройти обследование у терапевта и сделать прививку. После вакцинации во время рекомендованного 30-минутного наблюдения под контролем врача горожане насладились горячим чаем и печеньями. Как показала практика, не всегда удобно населению прививаться именно в поликлинике. Есть население работающие, которое выезжает за черту города и в рабочее время здесь не появляется. Им не совсем удобно. Поэтому, посоветовавшись с руководством больницы, посоветовавшись с руководством города, с администрацией города, найдя их встречное желание помочь нам в этом деле, мы решили привлечь наш медицинский передвижной пункт, который у нас хорошо себя зарекомендовал во время вакцинации от гриппа, тоже к этому вопросу. Автобус мы выставляем перед ДКМИР, на нем развешана у нас информация, висит баннер, где стоит указатель, что сейчас в связи с погодными условиями, ну а реально пока еще на улице холодно, все-таки людям надо зайти, чтобы их посмотрели, раздеться, чтобы сделать вакцинацию, значит, надо гореть плечом. Чтобы это не производить в холодных условиях, мы решили, что это лучше сделать пока в тепле. Потом мы частично все-таки переберемся в автобус, но опять же, для улучшения ситуации, наверное, все-таки сделаем, что один врач и медсестра будет в автобусе, да, а вторая, чтобы для разделения потоков, второй врач и медсестра будут все-таки в Дворце культуры мира. Перед вакцинацией вас осмотрит в обязательном порядке врач, и после осмотра примет решение о том, что допускаетесь вы до вакцинации или нет. А вакцинация – это дело хорошее, дело нужное, это непременный атрибут вашего здоровья, помогает вам предотвратить заражение этим коварным вирусом, ну и, соответственно, уберечь своих родных и близких от того, что вы им тоже заразу в дом можете принести. После прививания первой дозы вакцины всем жителям выдаются бумажные сертификаты утвержденного образца. Они содержат в себе фамилиями отчества пациента, наименование медицинского учреждения, которое провело вакцинацию, дату первой прививки, наименование, номер и серию вакцины. После введения второй дозы сертификат заполняется полностью. Также сертификат доступен и в электронном виде на сайте госуслуг. Многие жители, успевшие сделать прививку, отметили, что процесс был быстрым и безболезненным, а максимальным последствием стало суточное повышение температуры. Как бы узнала все из средств массовой информации. Наша администрация очень громко об этом говорит везде. Как бы я поэтому не боюсь. Как прошла вакцинация? Больно ли вам было? Нет. Как будто комарик укусил такой, угольчик. Как бы нет ничего страшного. Прошли ли вы обследование терапевта перед вакцинацией? Да, проходило. Нас просмотрели, прослушали, давление померили, температуру, все как положено. Сам процесс, ну, минут 10, 10 минут, да. Терапевта и угольчик, все быстро. Я считаю, что нужна эта прививка, потому что должен выработаться у нас у всех иммунитет, чтобы жители не болели. Чем быстрее все привьются, тем лучше для всего общества. Привился я, последнюю прививку себе, вторую сделал в начале февраля. Хочу вам сказать, это не страшно, ничего такого. Сейчас скажу уже, ничего не боюсь, скажем так. После первой прививки, да, мне было немножко, температура была, озноб был небольшой. Как в брошюрке написано все, но буквально через сутки, как огурчик. После второй вакцинации, как будто ничего не было, ничего я не заметил. Прививайтесь, чем быстрее мы привьемся, тем быстрее у нас закончится эта зараза. А я сделал тест на антитела, у меня порядка около трех тысяч тел. Ну, вот, антител. После второй вакцины? После второй вакцины. Волнение было какое-то, конечно, было, но оказалось напрасно все. Все, уколчик не почувствовала, пока ощущений никаких, плохих нет. А сколько заняла процедура вакцинации? Ну, вот сколько, минут 20. Да, минут 25. Вот пришли, пока заполнили, у врача осмотр, и буквально все быстро, удобно. Спасибо всем организаторам. Прививку в мобильном пункте вакцинации можно сделать без предварительной записи. При себе горожанам необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Передвижной медицинский кабинет будет работать каждую субботу с 10.00 до 14.00. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одним из самых важных индикаторов изменения качества жизни населения. Именно поэтому в городе Латкарина регулярно осуществляются обходы и проверки. Подробнее расскажем в следующем сюжете. 21 марта заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам ЖКХ Максим Новиков совместно с генеральным директором Винти Павлом Илюхиным, членами общественной палаты города, жителями, представителями управления ЖКХ, РГИ и муниципалитета совершили обход территорий и домов, находящихся в ведомстве управляющей компанией Винти. Подобные мероприятия, проходящие Латкарине регулярно, направлены на выявление и предупреждение нарушений при оказании услуг ЖКХ. Во время посещения дома номер 14 по улице Советской был выявлен ряд нарушений. Некачественная уборка подъездов, наличие постороннего мусора на этажах, открытые подъездные электрощитки, разваливающиеся лестницы, отсутствие лампочек на этажах и грязная мусорокамера. По словам горожан, дом уже давно нуждается в капитальном ремонте. Корпус номер один дома номер два по улице Колхозной также попал в черный список проверяющих. Здесь они обнаружили сломанные мусоропроводы и почтовые ящики, некачественную уборку подъезда и неработающие доводчики на межэтажных дверях, из-за которых на верхних этажах царит холод. Одна из жительниц квартиры на 16 этаже обратилась к общественникам, представителям администрации города и управляющей компании с проблемой наличия плесени и сырости в квартире. Павел Илюхин пообещал разобраться в проблеме. Дом номер шесть по улице Песчаной тоже не смог обрадовать комиссию положительными результатами. В здании из-за запертых жителями тамбурных дверей существует большая проблема с доступом к лестничным пролетам, который, согласно правилам пожарной безопасности, должен быть свободным. В дополнение к этому нарушению лифты в доме работают с перебоями, а некоторые из почтовых ящиков сломаны. Дом номер один в квартале один встретил общественников наличием у каждого подъезда разбросанного мусора. Плохая ситуация ждала проверяющих и в мусорокамере здания. Также были обнаружены нарушения сроков дезинфекции помещений и вывоза твердых коммунальных отходов. Осматриваем мы не только дворовые территории, но и содержание многоквартирных домов управляющими компаниями. Мы проходили дома под управлением ОБД Сладкарина, Строба, ТЭЛ. Сегодня у нас в обходе были многоквартирные дома под управлением ООВИНТИ. Были замечания по содержанию многоквартирных домов. Есть вопросы, которые остаются на контроле администрации в том числе. И, конечно же, наше содержание контейнерных площадок. По жалобам жителей, которые в том числе на добродел обращения свои оставляли. Сегодня с ними была организована встреча. Люди сказали все свои пожелания к работе управляющих компаний. Ну и, конечно же, претензии. Будет составлен протокол, в котором будут отражены сроки исполнения управляющих компаний тех мероприятий, которые озвучивали жители. Ну, я надеюсь, что регулярные обходы будут давать свои результаты. И у нас в городе станет содержание многоквартирных домов лучше, а дворы наши чище. Основные проблемы – это содержание места общего пользования, уборка наших подъездов, содержание продомовой территории, содержание мусорокамер. Ну, в этом направлении управляющая компания, надеюсь, наладим работу ее по содержанию многоквартирных домов. Потому что содержание мусорокамер – это одно из оснований образованию живности крыс в наших многоквартирных домах. Борьба с этим ведется не только диоретизацией, но и постоянной уборкой места общего пользования и общедомового имущества. Также были жалобы на состояние подвалов, засор канализации, запах канализации в подъезде. Но здесь тоже будет проведена работа, очистка подвала. Анастасия Харченко, Денис Павлов. Новости Латкарина. 25 марта во Дворце культуры «Мир» прошло награждение почетными грамотами деятелей культуры нашего муниципалитета. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Концерты, мастер-классы, художественные выставки, викторины и литературные вечера. Все эти мероприятия регулярно проходят в Латкарине благодаря каждодневному труду работников сферы культуры нашего города. В честь Дня работника культуры 25 марта в ДК «Мир» состоялось награждение латкаринских деятелей искусства, хранителей и популяризаторов культурного наследия. Глава городского округа Латкарина Константин Кравцов в торжественной обстановке вручил работникам культуры грамоты за плодотворный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры нашего муниципалитета. Работник культуры, как правило, это тот человек, который дорожит своей профессией, который полностью в нее погружен, и сегодня ваш профессионализм позволяет развиваться в различных творческих направлениях. И, конечно же, я хочу пожелать вам, чтобы вы продолжали развивать наше культурное наследие, реализовывать самые смелые, задуманные свои идеи. Конечно, чтобы вы гордились той работой и тем результатом, который сегодня делаете и реализовываете на территории нашего города. В этот день заслуженные грамоты главы городского округа Латкарина получили сотрудники Дворца культуры «Мир», Латкаринского историко-краеведческого музея, Централизованной библиотечной системы и Дома культуры Центра молодежи. От того, каким мы видим этот мир, мы его таким образом и транспонируем на тех зрителей, на тех гостей наших, которые к нам приходят. От нас, правда, очень многое зависит. Я всегда говорю, мы весь мир не изменим. Это, наверное, сложная, невероятная, практически нерешимая задача. Но сделать, изменить мышление ребенка, мышление нашего зрителя, доставить ему хорошее настроение, дать ему какие-то навыки, научить его петь, научить его рисовать. Это очень важно, потому что ребенок начинает по-иному совершенно смотреть на мир. Все меняется благодаря тому, что мы каждый день приходим на свою работу. И мне кажется, мы ее очень любим. Помимо грамоты, почетное звание заслуженной работник культуры Московской области было присвоено директору Латкаринского историко-краеведческого музея Надежде Голубевой. После награждения Константин Кравцов за чаепитием обсудил с деятелями искусства актуальные вопросы, касающиеся развития направлений культуры в учреждениях города Латкарина. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. В период с 9 по 12 марта на базе Латкаринской гимназии номер 7 прошли мероприятия, посвященные Дню православной книги. Подробнее о познавательных лекциях и содержательных выставках, подготовленных педагогами и учениками учреждения, смотрите в нашем следующем сюжете. День православной книги отмечается ежегодно 14 марта, но в этом году он не ограничился одним днем. В течение всей недели в образовательном учреждении проходили открытые уроки, классные часы, творческие встречи и другие культурные события, на которых присутствовали педагоги разных учебных заведений нашего города. Главная задача всех мероприятий – дать учащимся возможность почувствовать значимость книги и православных ценностей. Для ребят из начальных классов педагогами были организованы тематические творческие задания, а первоклассники на этой неделе слушали рассказы о появлении славянской азбуки и буквицах. Ученики постарше подготовили к празднику тематическую композицию о милосердии, благодаря которому такие чувства, как зло, зависть, ложь и эгоизм отступают. Всему этому и учит хорошая книга. Мы узнали много о милосердии. Раньше мы знали, что милосердие – это помогать другим людям, а еще милосердие – это забота и любовь. Я, конечно, хочу, чтобы в нашей школе было больше таких мероприятий, ведь они и веселые, и поучительные. Да, милосердия очень много для нас, и для нашей школы оно будет очень нужным, и вообще уроки такие очень помогают. Традиционно мероприятие посетил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Иоанн Шередекин, совершив молебен в школьной библиотеке, где находится икона Божьей Матери – воспитание. Символически мы сегодня встречаемся в библиотеке, потому что в гимназии проходят недели православной книги. Важно подчеркнуть, что такое книга и что она делает с каждым из нас в нашей жизни. Дает она нам мудрость, дает она нам, конечно же, все то, что мы не можем подчеркнуть нигде. В рамках Дня православной книги в фойе третьего этажа, учащимися и педагогами учреждения, организована художественная выставка через книгу «К добру и свету», а в библиотеке представлена тематическая книжная экспозиция. И действительно, книги – это инвестиции. Не просто инвестиции в будущее, но и в стиль жизни, судьбу общества. Наши дети вырастут и будут строить свои отношения, а какими они будут – зависит от нас. Хорошие книги – это кирпичики в строительстве внутреннего храма наших детей. Валерия Федотова, Денис Павлов, Алексей Устинов, Телеканал «Лоткари». Наша съемочная группа побывала на мастер-классе по живописи, посвященному Дню воссоединения Крыма с Россией. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Мастер-класс по живописи на тему «Символ Крыма» прошел для всех желающих 21 марта во Дворце культуры «Мир». Лоткаринцы разных возрастов совместно с руководителем детской образцовой застудии имени Якова Федосевича Катюжанского художницы Натальи Каменской выбрали мотивы, ассоциирующиеся с Крымом, и изобразили их гуашью на специально отлитой гипсовой форме, имитирующей морскую гальку. Отметим, что мероприятие было посвящено Дню воссоединения Крыма с Россией. Сегодня у нас проходит мастер-класс «Символ Крыма». Ну а что является символом Крыма? Наверное, у каждого свой символ. Для кого-то это ласочкиное гнездо, для кого-то четвердак, это кородак и прочее другое. Поэтому вот сегодня попытаюсь с детям немножечко рассказать о красотах Крыма. Присутствует студия и младшая группа, и старшая, и взрослые даже. Так что вот все откликнулись принять участие в мастер-классе, потому что тема такая благодатная. Сегодня и солнышко почти крымское светит в окошко, что нас очень радует. Студия изобразительного искусства существует у Дворца культуры мира более 45 лет. В 1961 году ее создал художник-живописец, член Московского союза художников Яков Федосеевич Катюжанский. Уже много лет студией руководит ученица признанного мастера, член Международного художественного фонда Российской Федерации, Московского союза художников, председатель Латкаринского отделения союза художников Подмосковья Наталья Каменская. Двери из-за студии открыты для всех желающих прикоснуться к искусству живописи. Обучение в коллективе бесплатное, возраст студийцев варьируется от 6 до 70 лет и старше. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. Вакцинация может уберечь вас от последствий и отсложнения этой болезни. Болезнь до конца не изучена. На мой взгляд, решение вакцинироваться – это будет самое правильное решение. Любого пациента перед тем, как вакцинировать, он заходит на прием к доктору или к фельдшеру. Ему измеряют сатурацию, ему измеряют температуру, ему измеряют артериальное давление и задают ряд вопросов важных. И все это отмечается. Вакцина нужна для того, чтобы либо не заболеть коронавирусом, либо, если заболеть, то перенести очень легко. Мама, смотри, как я гадаю. Ну, мама! Ну, посмотри! Мама, смотри, тебе в огонь! Упустив своего ребенка из внимания на мгновение, вы можете потерять его навсегда. Не позволяйте детям выходить на непрочный лед. Мы с вами создали самое неравнодушное движение. Открыли 59 волонтерских штабов. В период пандемии 5402 волонтера доставляли нуждающимся товары первой необходимости. Наша съемочная группа 20 марта побывала на матче четвертьфинала Суперлиги чемпионата Московской области по баскетболу среди мужских команд сезона 2020-2021 годов, который прошел во Дворце спорта Арена Латкарина. Подробности в нашем следующем сюжете. 20 марта Латкаринский баскетбольный клуб «Кристалл» в четвертьфинале Суперлиги чемпионата Московской области сыграл на домашней площадке с клубом Ступина из одноименного города. С первой минуты матча игроки «Кристалла» начали стремительно атаковать соперников. На девятой секунде латкаринец Роман Поляков в проходе забил двухочковый мяч и открыл счет. Ответное нападение ступенцев не заставило себя ждать и через несколько секунд команды сравняли в счете. За первую минуту матча латкаринцы и ступенцы уже успели забить по два мяча. В течение первой четверти игроки «Кристалла» уверенно лидировали, чем обеспечили себе увесистый отрыв от соперников. Тайм завершился со счетом 28 в пользу латкаринцев. Своё преимущество баскетболисты из «Кристалла» сохранили на протяжении всей игры. Вторая четверть завершилась со счетом 48-26, третья – 65-45. Последний тайм стал настоящим противостоянием обеих команд и охарактеризовался большим количеством фолов, замен и штрафных бросков. По итогам матча латкаринские баскетболисты обыграли ступенцев со счетом 78-66. Игра прошла под нашим руководством. Играли, все время вели, только упустили в третьей четверти какой-то отрыв их. Но вот хорошо, что так получилось, что сил хватило. У нас сегодня мало было. Хватило то, чтобы доиграть до конца и победить более уверенно 12 очков. Мы сегодня начали играть уже стадию, плей-офф, и, соответственно, команды вышли не проигрывать, а выигрывать. И люди приехали за 100 километров, чтобы не проигрывать. Соответственно, играли как могли. У нас до двух побед идет серия. Вот мы с Соней сделали первый шаг, чтобы пробиться в одну-вторую финал. Я думаю, что выделили надо всех, потому что все играли, все выкладывались. И как бы выделять из людей, кто лучше, кто хуже. Я думаю, что все с Соней боролись и все с Соней приложили максимум усилий, чтобы победить. Следующая игра «Кристалла» с клубом «Иступино» станет ответной и состоится 27 марта в спортивном комплексе «Металлург». Анастасия Харченко, Денис Павлов. Новости Латкарина. Ледовый спортивный комплекс Латкарина в очередной раз стал площадкой проведения областных соревнований по фигурному катанию. За завораживающими выступлениями юных спортсменов наблюдала Анастасия Харченко. С 20 по 23 марта в Ледовом спортивном комплексе Латкарина прошли соревнования Московской области по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек от 6 до 12 лет, а также юношей и девушек от 11 до 17 лет. В состязании приняли участие более 280 спортсменов из Латкарина, Королева, Подольска, Балашихи и других городов Подмосковья. Первенство проводилось в третьем, втором, первом юношеских и спортивных разрядах КМС. Также отдельно было проведено тестирование по норме юный фигурист. Для некоторых участников соревнование стало дебютным, а для других завершилось очередным достижением. Ребята показали судьям и зрителям номера в короткой и произвольной программах. Для нас соревнования прошли успешно. Альбина Герасимова заняла первое место по второму спортивному разряду, побила свой рекорд, набрала 100 баллов. Соревнования проходят вовремя, хорошо, каток светлый, лед хороший. Чтобы начать кататься, самое главное должно быть у ребенка желание. Желание и любить надо коньки, лед и своего тренера. Расскажи, из какого ты города приехала? Из Балашихи. Расскажи, пожалуйста, про соревнования. Понравились ли тебе соревнования? Сложно ли было в чем-то? Ну, понравились соревнования очень. Хороший зал. Как ты показала свой номер? Как ты считаешь, у тебя были какие-то недочеты? Нужно что-то дорабатывать? Да, надо, конечно, все время дорабатывать. Есть какие-то маленькие недочеты, их надо на тренировках в два раза больше дорабатывать. А какой твой самый любимый элемент, который ты больше всего любишь? Это дупель. А расскажи, кто это такое? Это брыжок в два с половиной оборота, аксель. То есть у тебя он получается лучше всего? Да. А расскажи, пожалуйста, как ты давно занимаешься фигурным катанием? С четырех лет. С четырех лет. Мама купила коньки и палетки. И нам, сестры, предложила, кто куда пойдет. Я выбрала фигурное катание, а сестра – танцы. Победители и призеры соревнований определялись согласно наилучшим результатам в своем разряде. Самые сильные фигуристы были награждены отличительными знаками и грамотами. Всего за три дня было разыграно 14 комплектов медалей. Юные латкаринские фигуристы взяли два золота, два серебра и пять бронзовых медалей. Особенно отличились Ульяна Полякова, занявшая первое место в разряде КМС, и Тамила Середницкая, получившая золото в третьем юношеском разряде. Во время соревнований в ледовом спортивном комплексе находились зрители, которые поддерживали участников аплодисментами. Для поклонников фигурного катания велась прямая трансляция на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках Московской области. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. Минувшие выходные порадовали латкаринцев обилием культурных событий, концертов и спектаклей на сцене Дворца культуры «Мир». Подробнее расскажут наши корреспонденты. 20 марта состоялся сольный концерт участников образцового вокального коллектива созвучия под названием «Страница любовь». Молодые певицы исполнили зажигательные лирические композиции о любви, дружбе и силе духа. В перерывах между песнями для зрительного зала выступили участники народного коллектива современного танца «Ирис» с номерами, которые уже давно полюбились жителям города Латкарина. Каждый перформанс обеих коллектива встречался с зрителями тепло и сопровождался бурными аплодисментами. Девушки под руководством Татьяны Мигуновой радуют латкаринцев своими выступлениями уже много лет, участвуя почти во всех городских мероприятиях. Концерт прошел замечательно, отлично. Было жарко в зале, нам было жарко на сцене, мы дарили свои эмоции. Готовились мы, конечно же, долго. Мы вообще всегда готовимся. Этот процесс, он у нас не перестает. Мы готовимся постоянно. Очень старались, чтобы передать свои эмоции публике. Надеюсь, что всем очень понравилось, так же, как и нам. Мы постарались вложить всю свою душу, все свои эмоции, любовь. Это ощущалось, зрители нас воспринимали, я считаю, очень теплыми аплодисментами, потому что мы старались передать это все. Теплоту, души своей, любовь, счастье, радость. Я считаю, что у нас все получилось. 21 марта состоялась премьера музыкального спектакля «Свадьба Фигара» от солистов Народного оперного театра «Родник» под руководством Людмила Лешкевич. Посмотреть на оперу Вольганга Амадея Моцарда в переводе Петра Ильича Чайковского собрались зрители разных возрастов. Комическая опера в четырех действиях была встречена луткаринцами бурными аплодисментами. Ведущие мужские партии спели артисты Дмитрий Крынин, исполнивший роль графа, и Михаил Альтшулер, исполнивший роль Фигара. Также главными действующими лицами оперы стали графиня, роль которой исполнила Галина Андросова, Сюзанна Ирина Горемыкина, Керубина Мария Лукина и Брацелина Людмила Лешкевич. С постановкой танцевальных движений солистом Народного оперного театра «Родник» помогала руководитель хореографического ансамбля «Росинка» Елена Серебрякова. Мы очень в коллективе рады участвовать в таких постановках, выражать себя. Этот именно спектакль мы готовили постепенно, начиная с небольших сцен, с дуэтов, с арий, и потом уже добавляя остальные речитативы и так далее, действия. Ну, примерно сколько мы этим занимаемся. Начинали с того года, наверное, еще, с конца года. Классическая постановка спектакля «Свадьба Фигара» радует латкаринских ценителей оперного искусства с 1998 года. Именно тогда в Дворце культуры «Мир» впервые прошел показ спектакля, на тот момент режиссера-стажера Большого театра Леонида Расцветаева. Зрителям особенно запомнилась игра художественного руководителя ДК «Мир» Татьяны Осиповой в роли Сюзанны и Людмила Олешкевича в роли Марселины. Премьера латкаринской оперы долго была под вопросом из-за нехватки собственных костюмов. Тогда артистам помог Московский театр имени Станиславского и Немировича Данченко, предоставив необходимый реквизит. Латкаринцам настолько понравился спектакль, что по желанию публики в 1998 году его показывали еще несколько раз. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. Наша съемочная группа побывала на очередной гонке, которая прошла 20 марта на лыжной трассе «Волкуша». Подробнее расскажем в следующем сюжете. 20 марта на латкаринской трассе «Волкуша» состоялись соревнования, посвященные закрытию лыжного сезона. В гонке свободным стилем участвовало более 280 человек из Москвы, Жуковского, Люберец, Раменского, Балашихи, Рязани, Котельников, Латкарина и других городов. Женщины, а также мужчины 70 лет и старше бежали упрощенный круг в 7,5 километров. А мужчины от 18 до 69 лет преодолели 10-километровую дистанцию. Стартовали участники гонки по одному с перерывом в 15 секунд. По итогам соревнования определились победители и призеры в 9 возрастных группах. Из латкаринцев особенно отличились лыжники старшего поколения. Третье место занял Виктор Чуриков, 1938 года рождения, с результатом 27 минут 53 секунды. Также бронза взяла Евгения Серякова, 1947 года рождения, с результатом 25 минут 46 секунд. Сегодня великолепная погода, великолепная трасса, скольжение замечательное. Просто сама не ожидала такого результата от себя. Очень хорошего. Ну, в общем, как на пенсию пошла, так стала сама себя тренировать. А так до пенсии работала учителем физкультуры, тренером в спортивной школе. Ну, вот и уже 16 лет в большом спорте, можно сказать, среди любителей ветеранов. Чемпионка мира четырехкратная. В общем, это концентрация жизни. Здесь надо бороться, бороться и бороться. А чтобы занимать еще хорошее место, нужно тренироваться. Фактически я тренируюсь каждый день. Только отдых себе даю перед соревнованиями. И если два дня соревнований, то после соревнований еще один день. Лыжная трасса на Волкуше, ради развития которой был создан одноименный лыжный клуб, с каждым годом привлекает все больше профессионалов и любителей зимнего вида спорта. На территории функционируют открытые раздевалки под навесами, а на освещенной трассе ежегодно проводятся соревнования и гонки. Анастасия Харченко, Денис Павлов. Новости Латкарина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok